Сегодня в Перископе. Очень странный конструктор. Новое черное зеркало. Супергеройское приземление. Дипфейки и Илон Маск. Самый опасный белорус. Гидкий ноутбук. Смотрите прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Это та самая лента от компании Netflix, которая стартовала в середине 2016 года. Быстро набрала популярность и уже успела стать культовой. Ребята, вы видели? Уилл? Всё нормально? И мы говорим о сериале не только потому, что на носу третий сезон, и его просто нельзя пропускать. А ещё потому, что совсем недавно компания LEGO произвела на свет конструктор в стиле очень странных дел. Пока ещё конструктор не поступал в продажу, его релиз планируется на 1 июня. LEGO разослали несколько экземпляров блогерам для обзоров, а из их роликов уже можно составить портрет изделия. Первое, это очень легко, чтобы перевернуть. В этот набор входит дом одного из главных героев сериала, Уилла Байерса. Мебель для этих комнат и фигурки персонажей очень странных дел. Компания даже стартовала рекламу в стилистике сериала. Ролик стилизован под 80-е. В общем, для фанатов очень странных дел, эта новость просто отличная. Такой наборчик точно вас порадует. Недавно вышел трейлер пятого сезона нашумевшего сериала «Чёрное зеркало». Что примечательно, там будут уже состоявшиеся звёзды шоу-бизнеса. В съёмках нового сезона приняли участие Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти из Шерлока с Бенедиктом Кембербэтчем, Энтони Маки, известен в среде киноиндустрии по роли Сокола из киновселенной Марвел, а также певица Майли Сайрус. С 셋и. В physем убитводится по роли Сположado записи Эндрю Скотт, án адрюстрия себя подольны аanco-то, или кто-то другой. Родhomme в себе. Субтитры делал DimaTorzok 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 И даже больше, чем это! Кстати, тот второй оказался недоволен таким исходом. Он сказал, если я под запись скажу, что в тот момент подумал, тренер выгонит меня из команды. Вот такая сомнительная, но победа. Порой в спорте бывает веселее, чем в цирке. А где еще можно увидеть такое? Утром спортсмен, вечером супермен. Вы когда-нибудь слышали о дипфейках? Эта вещица стала довольно модной, и сейчас мы расскажем, что это такое. При помощи нейросетей в роликах меняют лица героев на кого-то другого, и выглядит это очень смешно. Например, так по сети гуляет множество видео, где главные роли в кассовых фильмах играет Николас Кейдж. Субтитры создавал DimaTorzok Но это еще цветочки. Недавно интернет взорвал ролик, главный герой которого обычный ребенок. Только с лицом Илона Маска. Так что, вероятно, бурпинг очень смешно. Бурпинг! 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 страны а все потому что его герой белорус в последнее время киану в кино увидишь не часто единственная картина в которую он появился сейчас джон вик 3 там он играет профессионального киллера по прозвищу баба яга то есть мы все бросаем из-за тачки не обычной тачки это тачка джона уика да у тебя моя машина но несмотря на свою сомнительную профессию уик охотится только за плохими людьми и очень уж любит собак комиссии дарис в сей по-другому консервирует и сервис табли и дар долга биография джона оставалась загадкой зрители понятия не имели о том кто он такой и как стал профессиональным убийцей но недавно все в корне изменилось журнал the warp опубликовал рецензию на третью часть франшизы и там раскрываются страшные подробности оказалось что джон уик сирота и родился в беларуси американцы с каких пор я швед афроамериканец кидаянка беларусь закончили а еще он занимался балетом и борьбой вот такая неоднозначная история у этого героя фильмы про джона уика давно покорили зрителя находчивостью в постановке и съемке многие говорят что этот боевик вышел на какой-то совершенно запредельный уровень знаешь на кого ты криешь а знаю так или иначе теперь джон еще и беларус что однозначно делает его симпатичнее в наших глазах помните в одном из выпусков мы упоминали про новый тренд в производстве мобильных телефонов делать их раскладными прямо посередине монитора я его держу это просто какие-то очень крутые эмоции смотрите я его складываю о и вот нажимаю на кнопочку он раскладывается ну короче говоря завидуйте завидуете это действительно гнущийся смартфон и он действительно работает и он действительно существует а а а теперь эта идея добралась еще и до ноутбуков недавно компания леново показала первый прототип такого компьютера у этого устройства пока нет названия но предполагается что она войдет в линейку thinkpad x1 по факту это прототип больше похожий на гибкий планшет на базе windows но заложенные леново механики говорят нам что это некий будущий гибрид между планшетом и ноутбуком в сложенном виде у гаджета два экрана с диагональю 9,6 дюймов такое устройство легко можно превратить в ноутбук в этом случае один из экранов будет работать вместо сенсорной клавиатуры но если гибкий ноутбук уже успел вам приглянуться не спешите бежать в магазин разработчики заявили что новинка попадет на рынок только в 2020 также компания производитель заявила что сейчас проводятся все проверки чтобы не повторить неудачный опыт компании samsung те тоже работали над производством гибкого экрана но в конце концов устройство в продажу так и не поступили когда компания samsung в январе этого года показала на одной из выставок прототип смартфона с гибким экраном всем было интересно сколько придется ждать серийной версии как выясняется примерно год согласно заявлениям первых лиц южнокорейского гиганта первый смартфон и где будет использоваться гибкий дисплей из органических светодиодов поступит в продажу в первой половине 2012 далее компания постарается приспособить такие же экраны к планшетникам и другим портативным устройствам включая наручные часы например конечно разработка еще должна пройти самое главное испытание обычными людьми гаджет выглядит вполне инновационно и очень технологично но так ли он удобен в повседневной жизни еще предстоит узнать а на этом все с вами был перископ смотрите только интересное видео а 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